Радио 54 Первое. Областное радио Любое понравившееся тебе произведение Современных авторов Или классиков И заявиться на участие в фестивале А дальше уже У нас будет работа с режиссером Будет специальная постановка Подготовка к самому финалу Который пройдет 1 апреля А где пройдет? Пройдет ПТК имени октябрьской революции А каков средний возраст участников? Ну примерно Ну примерно молодежь от 18 до 35 Все, все, Алеша Все, мимо Может быть какой-то интересный призовой фонд Мотивация для участников Или просто самовыражение Нет, конечно, у нас заложена сувенирная продукция То есть никто не уйдет без подарка Плюс к этому Мы, конечно, работаем с партнерами Приготовили очень много интересных подарков Но об этом вы узнаете на фестивале Как в прошлом году прошло Расскажите, сколько было участников Что вам лично, как организаторам, больше всего запомнилось? В прошлом году на финале участвовали 11 поэтов 12 чтецов Могу немножечко соврать Вот А по зрителям, ну это 250-200 человек в зале, в подземке И, ну это были нереальные эмоции Мне кажется, как участник Катерина может больше рассказать И ее мнение будет, мне кажется, более правильным Все-таки мы организаторы По-другому все видим Ну вам кажется, что все бы идеально Да, вот Катя закончилась Ну это ощущение, что Катя сейчас в поэзии Нормальный, творческий человек У нее полеты о мысли и все дела Кать, как было? Как вообще дела с современной поэзией? Вы, как никто, знаете Но мы об этом потом Как прошло в прошлом году? И это же некие ожидания 2020 года После там прошедшего На самом деле мне все очень эмоционально понравилось Организация была великолепная И не только организаторы поддерживали нас, участников Но и сами участники поддерживали друг друга Была какая-то невероятная Такая атмосфера хорошая Такая творческая и глубинная Ну все, теперь вас и в следующем году тоже позовут Ответили правильно на вопрос Ну тогда давайте о современной поэзии Что сейчас происходит в этом направлении? Что пишут? О чем говорят? Каким слогом? Про какие грани нам Юля тут рассказывала? Да, как экспериментируют и с чем? На самом деле пишут, наверное, всегда об одном Всегда одни и те же темы нас волнуют Просто начинают говорить об этом немного иначе Немного по-другому пишут Используют современные какие-то слова Какие-то новые, неологизмы и так далее Но в целом темы все те же О любви, о вечности, о печали и так далее Все то же самое Ну тогда после такого описания Должен пойти 100% пример реальной современной поэзии Чтобы мы понимали, о чем конкретно идет речь Давайте прочитаем А у девочек сейчас округлились глаза Когда ты про пример заговорила Можно говорить, что современная поэзия вся такая многогранная Но пока мы не услышим реальный пример Наверное, будет мало понятно Может быть, что-то из любимого Из неизданного Из неизданного, да Екатерина у нас участвовала в номинации «Я чтец» Поэтому она... Может, откроем, может быть, для Кати в соцсетях какую-нибудь историю Мы пока побеседуем Тань, вы поищите что-нибудь, хорошо? И тогда, по-моему, это будет правильно Зато почитай Дело в том, что я участвовала в номинации «Я чтец» Я читала как раз-таки несовременные поэзии А, несовременные поэзии Да, я вообще с Цветаевой пришла А можно с Цветаевой что-нибудь? Вот сейчас На память, может быть? На память, если я немножко ошибусь Ничего страшного, я думаю, Цветаева вас простит Современное переложение, версия, да? Вот, Цветаева, может быть, авторская сейчас Это концовка стихотворения И снится разину сон Будто плачется болотная цапля И снится разину звон Будто капельки серебряные каплют И снится разину дно Цветами, что плат ковровый И снится лицо одно Забытое, чернобровое Сидит ровно Божья мать Да жемчуг на нитку нижит И хочет он ей сказать Да только губами движет Сдавило дыхание Аж стеклянный в груди осколок И ходит, как сонный страж Стеклянный между ними полок Рулевой зарею правил Вниз по Волге реке Ты зачем меня оставил Об одном башмачке Кто красавицу захочет В башмачке одном Я приду к тебе, дружочек За другим башмачком И звенят, звенят, звенят Звенят запястье Затонула ты Степанове счастье Ну у меня теперь нет вопросов Почему Катя победила в прошлом году А вы прям как княжна настоящая Ну не в смысле там утопить Да, да, да На самом деле это было восхитительно Абсолютно Катя, а кто в прошлом году был рядом А может быть давай лучше у организаторов спросим Понятно, да У Кати теперь нет вопросов абсолютно Кто был рядом с Катей Среди кого выбирали И было сложно выбрать Какую подачу искали Какой посыл Или вы искали чего-то другого Какого критерия вообще Да, как выбираете чечецов Ну это конечно же оценивает наши жюри И мы делаем специальные критерии Где числятся такие качества Ну как артистизм, естественно Подача, работа со зрителями Катя, нас только что похвалили на нашу очередь Выбор материала Это очень важно Насколько материал актуален Насколько он попадает в зрителя Это тоже всегда оценивается А что такое актуальный материал? Ну техника это понятно А актуальный материал это что такое? Это то, что близко сердцу жюри? Жюри зрителям Как выбираете? Екатерина, кстати, также стала победителем В призе зрительских симпатий Поэтому и жюри, и зрители Выбрали одинаково И к тому, что да, это попадает И в зрителя, и в жюри Это потому что тоже люди И актуальность это когда Что-то очень слободневное Что-то очень интересное И прочитано по-новому Потому что можно прочитать там, я не знаю Про каких-нибудь бабарих Там, не знаю, про какие-то такие моменты Которые уже, или там, как Женщина пилит мужика Вот ты там гуляешь Это уже настолько неактуально Это уже забыто в каких-то других годах Все-таки у нас 2020 год Не, не пилят мужей Про бабарих у нас сегодня было же с тобой Да, да, да Но все-таки хочется новизны Хочется по-новому что-то видеть Обычные вещи видеть по-новому Вот А судьи кто тогда? Давайте к жюри подробнее А судьи кто? В этом году уже известны, кто будут судьи Это Никулькова Наталья Анатольевна Мне кажется, вы точно ее знаете Заслуженная артистка России Актриса, преподаватель И множество-множество других регалий Также у нас будет молодой актер Первого театра Сергей Троицкий Прекрасный совершенно Катерина Скабардина, поэтесса Автор проекта «Поэту по портрету» Эксперт мастерской поэзии и стихах Вот Это пока вот кто утвержденный уже у нас члены жюри Отличная команда, ты знаешь, серьезных профессионалов Будет горячая битва Напомним, вне зависимости от того, что конкретно ближе вам Читаете ли вы или же пишете сами Вы можете принять участие в обеих номинациях Я чтец и я поэт Это будет 1 апреля в ДК имени Октябрьской революции Это финал Но с понедельника у нас уже стартует фестивальная программа По пятницу Разные будут интересные события Радио 54 Первое областное радио